Говорю, я пойду своей дорогой, все, ну, то есть у меня в той ситуации вообще никакого гипиша и какого-то, ну, каких-то проблем не надо. И что, я понял, что мне нужно бежать, сильно, быстро, далеко бежать. Вот, то есть руки, ноги у меня уже были все, локти, руки, коленки у меня были в крайне. Вот, я так отхожу на метров, два-три шага делаю, просто вперед, вот, и говорю, дружище, ты меня все равно не догонишь. Он на меня посмотрел, а у меня все, все ноги в крайне, а он говорит, ну, пиздац, еще. Ну, ситуация, это, этот момент со мной произошел, произошел 20, год назад, вот, 20 августа 15-го года. Совсем недавно. Вот, да, да. Друг мой живет он в Киеве, позвал на день рождения на свое, вот, и, ну, на дачу к себе позвал, вот. Вот, а дача у него находится, сам я с Гомеля, вот, а дача находится в Могилевской области, Костюковичский район, Костюкович, в общем, город. Ну, сколько километров 300 на него часа, да? Ну, 300 километров, 250-300 километров, ну, примерно. Получилось так, что его отец ехал туда, вот, ну, я хвостом туда прыгнул, нормально погуляли, то есть приняли меня, все хорошо, гуляли мы, гуляли, вот. Ну, естественно, пришел такой момент, когда бухло дало свой толчок, скажем так. Это что значит? Ну, что, ну, напились, короче, все, вот, играли в карты, вот, и там у меня небольшой конфликт случился с двоюродным братом его, либо, ну, какой-то родственник, ну, брат какой-то, короче. Лейку подлили, там, друг друга недопоняли с братом, получается, с двоюродным, какой он родственник, я не знаю, вот. Вот, и в конечном итоге мы, ну, у нас был конфликт. А... Ну, без боя, да? Да, без боя, все мирно, как бы, там, друг друга чуть-чуть повафлили, скажем так, вот, и разошлись. В конечном, когда было вот это, ну, когда мы сидели, отдыхали, до этого, как бы, народ собирался пойти на озеро. Не на озеро, на речку. И я еще как-то там спросил у дядьки там у одного, говорю, как, ну, дойти до туда. Он мне объяснил дорогу, лево, 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 лево. Все время, то есть, выходишь и идешь постоянно налево, вот. И, короче, когда вот этот конфликт случился, ну, я белочку поймал, вот, а я был под Сэмом, хорошо был заряжен, очень бухой был. Короче, поймал белку, грубо говоря, до гумеля, 250 километров. Я взял все свои вещи, вот, пошел я домой. Ну, да, психанул, 200 километров, короче, я решил идти домой. Вот, такая вот у меня. Ну, естественно, я пошел не домой, вот, потому что я понимал, ну, как я дойду, в шлепках, короче. Мне дали вещи, то есть, там, ну, деревенские, как знаешь, ходит рваная, там, все. Ну, так, ну, ну, ты понял, короче, городские вещи я снял. Правда, я вот пакет этот с собой все равно взял, ну, то есть, ну, я не знаю, что мной там. Мое надо забрать с собой. Да, 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 все свое я ношу с собой, короче, вот. Вышел, ну, пошел налево. В общем, я где-то прошел, вот, держался все время левой стороны, где-то прошел, ну, может, минут 20 я шел. Ну, естественно, смотрю, что-то и речки нету, хотя мне обещали там она рядом до нее дойти. Ну, и уже как-то, ты знаешь, так немножко проветрился, пыл охладился, думаю, уже пора, ну, сворачиваться, короче, идти назад. Белочка тоже попустилась у меня. Наверное, спину отпустил или нет еще? А? Водка отпустила или еще? Нет, ты что, я очень был такой крепкий, то есть, ну, в плане, прилично выпил, вот, ну, пьяный был, в общем. Вот, сколько наливали, короче, столько и пил. Вот. Ну, я развернулся, пошел назад, ну, думаю, раз шел. Левой стороны все время держался, думаю, теперь буду правой. То есть, на телефон посмотрел, это переграничная зона, у меня вообще, то есть, связи нету. Еще как бы бухой в каком-то лесу, вот, забрел, то есть, не знаю, что делать. Ну, посмотрел, смотрю, фонарь где-то вдалеке горит. Ну, думаю, пойду на свет, то есть, как бы, свет, люди, вот. Логика сыграла со мной. Иду на каком-то перекрестке, вот, вижу вдалеке тело. Вот. Тело. Да, ну, человек. Ну, естественно, я обрадовался, первый человек за, там, за час, за полтора. Я понял, что я потерялся. Бегом к этому человеку, подлетаю, дедок такой оказался. Ну, дедок, мужичок, лет 45-50, вот такой вот. То есть, я, ну, соответственно, я ему навстречу сразу пошел, тормознул его, тормознул его. И что с этим телом, которое ты увидел, помогло оно тебе? Ты подошел к нему? Ну, подошел я же, ну, к нему. Ну, я с ним поздоровался культурно, как бы, хоть я бухой был, как бы. Я слышно, как пройти. Да, иди, вопрос есть, да. Такая вот. Нет, то есть, подошел к нему нормально, говорю, так и так, говорю, подскажите, говорю, ситуация такая, гулял с друзьями, потерялся. От него начинаются сразу очень интересные вопросы. То есть, ты откуда? А есть ли у тебя деньги? А где ты был, с кем ты гулял? То есть, вот такое. И именно, у него такой жаргон, ну, как сказать так? Из мест не столь отдаленных пацанов. Из мест, да, не столь отдаленных. То есть, так вот, именно он выражался, как бы, сразу. С таким вот наездом, то есть, кто ты, что ты. Пробивай. Сразу начал, да, пробивать у меня. Есть у тебя, типа, есть лавэ там, братан, давай пошли там, бахнем. Я, ну, как бы, на стреме, говорю, так и так, говорю, ты мне скажи, говорю, как выйти на трассу гомельскую. Вот, там, как бы, мои ребята меня подберут. И, грубо говоря, из милой беседы наше общение уже начинает перерастать в такой небольшой рамс. То есть, я понимаю, что это, ну, что мне, во-первых, ничем не поможет, во-вторых, ну, грубо говоря, начинает меня разводить. То есть, есть лавэ там и так далее, и т.д., т.п. Ну, то есть, я в конечном итоге, говорю, ему дед, все стой понятно, короче, я полетел. Вот, дальше думал в сторону деревни идти. И начинаю идти, ну, он меня так вот за руку. Не сильно так, ну, типа, погоди, я стою. Ну, думаю, что мне с ним стоять, как бы. Вот, тем более, он меня немного разозлил. Вот, ну, я его не бил, клянулся. Я его, короче, мы стояли на вот этой вот дороге, вот, и там, как бы, такой небольшой кувет с травой. Ну, я его так вот нежно, короче, и толкнул. Вот, он в тот кувет упал, вот, ну, я пошел дальше. Что с ним там дальше было, я не знаю. Я, в общем, дошел до света, как я шел изначально. Вот, там деревня оказалась, вот. Я, время позднее, но я услышал, что за забором там движка какая-то, ну, вот, люди двигаются, как бы, не спят. Я постучал в забор, женщина выглянула такая, я ей говорю. Ну, подскажите, мне нужна Гомельская трасса, потерялась, потерялся. Вот, она мне сразу сказала, мол, молодой человек, идите назад. Вот, идите назад, и там будет прикресток, на этом прикрестке повернете налево. Ну, иду, дохожу до перекрестка, и стоит этот дед, вот. Ну, его, видно, подняли с этого кувета, там, отряхнули, и стоят две бабы. Ну, бабы такие, может, лет 20-25, ну, деревенские такие, такие, ох. Ну, пампушечки такие, по килограмм 60-70, такие. Я так понял, в будущем, ну, сейчас порассказываю, пойму, что это его две дочки. Что они его папа называли, там, сейчас. По самой бровочке, по самому краюшку, слева хотел обойти. Ну, естественно, он меня замечает. У него начинаются бешеные крики, наподобие, о, стой, иди сюда, мы там недоговорили. Начинает, ну, за мной гнаться. Ну, я разворачиваюсь, короче, вот, начинаю убегать. Вот, начинаю убегать от этой херни всей. Вот, этот дед начинает за мной двигаться. Ну, и все-таки, те девки сзади две, за батькой бегут, как они там выражались. Ну, а я бухой, и в шлепках, начинаю бежать, короче, спотыкаюсь, падаю. Вот, падаю, ну, обычно просто пьяный, не это самое. Ну, естественно, этот дед на меня прыгает, давай пытаться меня наказать, меня побить. Молодость на моей стороне, да? Да, молодость на моей стороне. Вот, ну, я его перевернул, получилось, я уже на нем, то есть, две руки ему так зажал, то есть, чтобы он не, меня не бил, скажем так, ну, пытаюсь его успокоить. То есть, дед, успокойся, и так далее, то есть, лежи нормально, то есть, все будет, ну, попустись, короче. Ну, естественно, там залиты тоже, как и я, то есть, не угоманивается вообще. Вот, то есть, я его держу, эти две бабы подбежали, короче, одна справа, вторая слева, я на этом деде сижу, короче, начинают, ну, распрягать, типа, допусти, батьку, пусти. Я говорю, да мне, ну, типа, нахер надо, короче, вы его сами, говорю, угомоните, посмотрите на него, вот. Говорю, я пойду своей дорогой, все, бля, ну, то есть, мне в той ситуации вообще никакого кипиша и какого-то, ну, каких-то проблем не надо было. Я же тебе говорю, я, когда вот, ну, на перекрестке, то есть, я заметил этого деда, начал блядеть, я упал, потому что я пьяный был, то есть, ну, я вот такой вот. Да, да, да. То есть, если алкоголь не прошло. Ну, да, то есть, еще, ну, он выйдет скоро, то есть, слушай. Слушай. В конечном итоге, пока я начал этих девок, я решил сделать так, чтобы именно дочки угомонили этого деда, потому что я понял, что он во флях, короче, ему ни хера не объяснить, он просто хочет мне набить уже рожу за то, что я его тогда толкнул. Вот, то есть, ну, я уже начинаю этим бабом втирать, дескать, там, ребята, ну, девчонки, я понимаю, что там, ну, ваш батя там откуда-то, там, ну, может, откинул, а они там, да, там, он только вышел, то есть, такое начинает. Я начал уже придумывать историю даже о том, что я, дескать, с Россией, я чуть ли там не в бегах, вот, то есть, за мной там хвост, и лучше заберите батю, а то его вместе со мной загребут, и он снова сядет. То есть, ну, к сожалению, это не прокатывало, он дергался постоянно, ну, и в какой-то определенный момент, я вот его за две руки, как бы, держал, у него рука одна, ну, вырывается из моей, ну, и мне перелетает в бороду. Вот тут я решил, короче, все, хорош держать, надо дать пизды, короче, деду, вот, и пойти по своим делам. Начинаю, как бы, его маслать немного, естественно, с эти две бабы сразу на меня, меня за одну руку, за вторую, давай меня скидывать с деда, то есть, с этого, стаскивать. И, а мы тоже, мы на краю бровки, как бы, были, вот, ну, этот обрывчик небольшой, ну, может, обрывчик где-то с метра был, и трава, то есть, начиналась. Я понимаю, что, ну, как бы, падать мне одному туда неохота, вот, они меня, как бы, я понимаю, что я уже падаю, перевалюсь, я за этого, ну, за этого дядьку схватился и с ним туда в кувет. Падаем в тот кувет, у меня там сверху, короче, мобила разлетается, вот, то есть, тапки там остались, пока мы вот это кувыркались с этим дедом, вот. Ну, я понимаю, что вот тут я уже начал трезвее, тут я уже вижу, что начинается беспредел какой-то, вот, что надо, ну, хотя он уже начался, вот, ну, тут уже у меня пошли вот мои ситуации, когда голова начала, котелок начал варить, вот, я начал, вылез из этой, я понял, что мне нужно, во-первых, первому подняться и подняться, ну, на ноги встать и залезть наверх, на дорогу снова. Там можно оттуда вообще не выйти. Вот, да, там эти две бабы стояли, то есть, я быстренько зашкребся, телефон собрал, одел тапочки, взял пакет, вот, да, пока он, ну, вылазил, ему там дочки эти помогали. Ну, там он бухой тоже, как я был, но я же тебе говорю, я вот, у меня или адреналин сработал, или что-то такое, то есть, я уже начал чувствовать, что я трезвею. И, ну, все, я этот пакет взял, телефон взял, вышел, вот, уже иду, дальше, ну, отошел уже метров 20-30, там, этого деда кое-как достали, там, что-то там мне вслед тебе пизда, тебе там, ну, я уже не придаю словам, ну, значения этого никакого, мне уже все равно, я уже так вижу, что я отошел, уже иду спокойненько, все. Иду, значит, иду, думаю, все, класс, ну, закончилась эта вся суета, закончилась эта вся богодельня, то есть, мне она как бы не нужна была, да. Иду на трассу, ну, метров 100-150, вот, до трассы, слышу, сзади едет машина. Едет машина, дальняком светит, вот, ну, я без всякого, как бы, у меня даже мысли такой не было, что у меня сейчас такая гышка будет, вот, то есть, я еще иду, то есть, так вот, ну, вижу, что дальняк в спину валит, я еще, так, знаешь, ну, ручкой помахал, думаю, типа, чтобы тормознули, может, подкинут, вообще скажут, где я, что я. И, значит, иду я, ну, иду я, соответственно, опять по левой вот этой бровке, по самому краюшку дороги, и как только машина подъезжает, то есть, она не сбавляя скорость, грубо говоря, передо мной, вот так вот, прямо перед рожей, просто тормозит. Вот. Вточили, короче, грубо говоря, ну, целая машина, человека 4-5. Вот, вот, ну, значит, целая машина, я вижу, что друзей передо мной тормознулось. Тут вот у меня второй раз адреналин зашкаливать начал, я понял, что мне нужно бежать, сильно, быстро, далеко бежать оттуда. Потому что они из-за того еще не вышли, ты уже понял, что нужно лететь. То есть машина только останавливается передо мной, у меня, как на автомате, то есть тапки слетают, а, ну, дорога все еще такая, ну, небольшой, знаешь, такой асфальт, такой, как у нас там. Естественно, я понимаю, что после такой движки, что там было на том перекрестке, что-то за мной. То есть, грубо говоря, там, позвонил, там, наверное, рассказал, что мы его убивали, избивали и так далее, что там, тем более, помогите. Я же сказал, когда, ну, подошел к изначальной помощи, просить, что я, как разгромили, что я потерялся, то есть, ну, пацан местный, крышочком, 3 часа ночи, то есть давайте-ка на его догоним и накажем. И вот на самом деле, мой дед часто ругал, вот, ну, как не ругал, делал мне замечание, он сказал, ну, нахера тебе футбол, вот, занимайся чем-нибудь, ну, боевым, может, чтобы себя защитить или еще что-то. Я вообще считаю, в той ситуации, я, наверное, если бы чемпиона мира, ну, как бы, к силовым, там, по боксу или еще бы еще по боевым искусствам, то мне бы это не помогло. То есть, как только машина эта подъехала, у меня на автомате просто слетели тапки, и что было у меня сил с пакетиком руки? Пакетик не отпускал. Я просто рванул вперед по асфальту, то есть, естественно, вылетают кенты эти с машины и давай за мной. Бежал я где-то, ну, секунд двадцать со всей силы. Одна какая-то скотина даже держалась недалеко от меня, то есть, как-то, ну, бегал, я не скажу, но я считаю, что я хорошо бегаю, особенно короткие, вот, дистанции. Не понимал, что, ну, еще, вот я когда бежал, я слышал, что рядом кто-то держится, кто-то старается меня все-таки поймать. И сейчас спину. Да, 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 я босиком бежал по асфальту, ну, конечном итоге где-то через, ну, секунд двадцать-тридцать, я почувствовал, что я уже как-то отрываюсь, там, отрываюсь, слышу, там, слышу, что там какие-то дальше у них мушки продолжаются, вот. Я бегу, естественно, на асфальте ты не тормознешь резко, босиком. Я начинаю сбавляя скорость, вот, ну и хочу обернуться, что там происходит. Вот, и ситуация такая, а я был, я вот вначале сказал, что мне дали деревенские шмотки, то есть, грубо говоря, шорты, майка, все деревенские было, к чему я так говорю, была резинка слабая, вот, майка была белая и шорты что-то было в топе, ну, вот, как на мне, ну, не важно, короче, у них была слабая резинка. И я вот начинаю, когда сбавляет скорость, эти шорты начинают боятся съезжать, вот, съезжают, съезжают, я не замечаю, грубо говоря, я не очень спадаю до того момента, когда я не могу убежать, когда я постом снова второй раз обоспали. Баба! Вот, то есть, руки, ноги у меня уже были все, локти, руки, коленки у меня были в крови. Вот, ну, я бухой, если честно, у меня хоть и протрезвел, но боли так все равно не чувствуешь, все равно, как бы, когда тело залито, не так сильно это все болит, не так это все ощущается, как там, допустим, как у меня это будет на следующий день. Вот, ну, я упал, я перевернулся на спину, посмотрел, то есть, сейчас назад вижу, что они, ну, ребята эти в машину заряжаются, ну, и тут еще и понимаю, что, ну, сейчас меня тупо, как зайца будут гнать, то есть, опять на машине меня догонят, да, подрежут, да, и побегут. И так, если я это буду делать по дороге, то есть, у меня, грубо говоря, как зайца в конечном итоге меня поймают. Желание мне в тот вечер получать в ебало напрочь, ну, не хотел, не хотел. И я решаю, что надо мне бежать в поле. Да, хорошее решение. Именно бежать в поле, там поля такие, может, километра 2 на 2, то есть, там уже освещение было более плохое, потому что я уже, как бы, в трассе подбегал, там уже стоят, как бы, столбы, трасса просвечивается, а то я побегу просто в поле в темноту, вот. Ну, и так, для справочки снова, с чего мы начали. Получается, что это, ну, конец лета, что там росло на тех полях, я не знаю, но было все скошено, а я босиком. И, ну, мне на тот момент было, либо я ножки себе поцарапал, либо у меня катка деревенских пацанов назвали на лицо. Да, упили бы, мне кажется. Ну, они... Да, то есть, либо я не знаю, что бы случилось. Ну, мне было бы весело, в любом случае, меня поймали. Короче, я спускаюсь в этот кувет на это поле и побежал по полю. Они, соответственно, тормозят на том моменте, где спустят вас, и давай за мной гнаться по полю. Значит, бегу по полю, но, правда, я не ощущал. У меня не было. У меня, наверное, было больше адреналина. Больше, вот, плюс пьяный, плюс адреналин. То есть, я вот даже, когда бежал, я, то есть, я не чувствовал этой боли. У меня не было этого, что там больно было или что-то еще я делал. Вот. То есть, я себя нормально чувствовал. Вот. Именно у меня был... То есть, я не ощущал, что со мной происходит, что с моими ногами происходит. То есть, я просто бежал. У меня была... Главное было целью меня убежать. Вот. Бегу, значит, я бегу по этому полю. Они побежали втроем, в четвером где-то за мной. Я так вот обернулся. Ну, то есть, особо не оборачивался, то есть, ориентировался в основном в базу. Там бегу, не понимаю, почему они за мной бегут. Почему они меня видят? Как бы я сбегаю в темноту. А вот. Хотя там, ну, как бы машина встала на краю обочине. Тельники они врубили на поле. Но я не понимаю, как они меня видят, если я бегу вокруг меня темнота. И тут я смекаю. А я бежал еще, помимо этого, в белой майке. То есть, я на ходу держу этот свой пакет, шорты, майка, босиком. Я еще и майку скину белую, чтобы у меня не было видно. И вот я уже, когда майку скинул, где-то еще, может, секунд 15-20. То есть, я бежал, я уже начинаю запыхиваться. Думаю, ну что, слышишь, что сзади как-то, ну, шум догоняющий бьютик. Думаю, что делать? Короче, падаю в пусты и смотрю обстановку еще дальше. Да, и просто падаю прямо в траву, такую пластонную. Ложусь, притаился, короче, как партизан с кустов и наблюдаю, что пацаны делают. Вот. Естественно, на этот момент я уже был почти трезвый. Вот. После вот этой байды, вот этой беготни, вот этой машины, вот этой вот, вот этого поля. То есть, меня на самом деле, я уже чувствовал, что адреналин сделал свое дело, и я почти трезвый. Вот. Значит, они опять выехали уже на трассу, потому что я фактически уже возле самой трассы забежал на поле. Они выехали на трассу, включили дальняк, посмотрели что-то. Ну, я уже, естественно, залег, темнота полная, никого не видно. Ну, и все, пацаны как бы собираются, уже я вижу, сели в машину, заехали, короче, завернули на этот поворот и поехали уже домой. То есть, меня тут уже сердце отпустило, я понял, что я буду жить. Вот. Что рожа у меня будет целая. И начинаю понимать, что со мной случилось. А что со мной случилось? То есть, грубо говоря, два раза я упал на асфальте, когда вот тогда деда начал сначала в прикол убегать, потом, когда уже серьезно на полной скорости убегал от катки пацанов. Плюс, я пробежал по полю, то есть, у меня разорвана нога, большой палец. То есть, ну, то, что ж вавка у меня там какая-то, или царапина. А именно, у меня там пол пальца на выворот. То есть, куски мяса, там, трэш. Вот. Ноги все, естественно, локти в крови, руки все в крови. Вот. То есть, я весь в грязи, то есть, ноги все черные, кровь, грязь. То есть, у меня уже начинает отходить алкоголь, у меня начинает все болеть. Я понимаю, что это дичь. А для меня, по факту, в этот момент еще проблемы не закончились, потому что я все равно на тот момент находился без связи в поле Могилевской области за 250-300 километров от... Родного дома. От дома. То есть, ну, дичь. Просто дичь. Короче, я в том поле перевернулся. Благо, свой пакет я не вырывал всего. Все эти действия. Там у меня было обуви, к сожалению, это мне казалось. Вот. У меня там были шорты джинсовые. Ну, вот. И майка. То есть, я это все на поле лежа переодел. Встал. Вышел на эту трассу. Вышел на трассу. Три часа ночи. Думаю, ну, пойду влево. Вот. Пойду налево. То есть, там тоже свет что-то вдалеке объединялся. Думаю, пойду туда. Значит, все еду, ездит машина. Вот. Прямо на меня. Вот. В сторону. Думаю, тормозную. Тормозую, торможу. Значит, я, ну, тормознул. Чел остановился. Я к нему подлетаю. Ну, и по своей глупости я начал просто рассказывать, что со мной произошло. Что я вот тут вот недавно. Вот только что там пацаны какие-то за мной гнались. И тоже чел начинает. А, подожди, а откуда ты? А что вот? А откуда от с той деревни? Вот. А с того поворота? Ну, я, ну, то есть, я пока не отдуплял это самое, что не нужно было говорить, нужно было сказать что-нибудь другое. Вот. Он такой, подожди, то есть оттуда. И из машины выходит. Такими глазки у нее заблестели сразу. Ну, я понял, что, ну, может, знакомый, может, с той деревней. Может, ну, не в суть. То есть, короче, недоброжелательный человек для меня в той ситуации. Вот. Я так отхожу на метров два-три шага делаю просто вперед. Вот. И говорю, ну, дружище, ты меня все равно не догонишь. Ну, я уже был в себе уверен, что я уже, ну, то есть, по-любому я убегу. Пиздюлей я не собирался получать. Он говорит, ну, во-первых, на меня посмотрел, а у меня все, все ноги в крови. Он говорит, ну, пиздать все еще. То есть, так и говорит. Садиться в машину и поехал. Я, естественно, когда он шел, я еще оборачивался, я видел, что он завернул на тот поворот, от которого, где я бегал и падал. Ну, думаю, сейчас, короче, пойду все равно на свет. Но если я увижу какую-то движку с той стороны, опять машины, сразу же буду, там уже пошла шоссе, как бы, и поля заканчиваются, я уже к лесам подходил. То есть, думаю, буду ховаться в лесу. Что делать? Вот. Иду, значит, я иду. И здесь лучших надежды, просто спасение, родной. Просто, я не знаю, слезы, слезы аж наворачиваются. Родной, красный, большой, гудящий. Едет гонсельмашевский комбайн. Ну, все, прямо настроение поднялось. Я помню, что я вышел на трассу вообще. Вот. Начал ему... Майковать, да? Да, тормози, братиш, вся тема такая. Вот. Он, правда, остановился, вот. Открылась, открыл... Ну, я, естественно, обошел к водителю, вот. Сейчас, я помню, звали его Гриша. Так что, если он видит это видео, я живой. Со мной все хорошо, спасибо. Чувак красавчик, вот. Сразу же мне подкинул воды. То есть, я уже обмыл как-то свои раны, залез к нему в кабину. И он давай ехать назад. Тут я думаю, чуть он назад ездит. Вот. Думаю, опять сейчас меня завезет на то село. Вот. Но... Он сказал, что он едет там в свой колхоз. Вот. Ну, я у него так между делом спросил, куда ты едешь. Вот. Вот. Я уже... Мне уже как-то поспокойнее стало. То есть, я обмыл ноги. Вот. Грязь эту по бокалу привел. Как мог, обмыл раны эти. Вот. Мы заехали на его колхоз все-таки. То есть, если я слева по вороту бежал, то он вправо завернул. То есть, в обратную сторону. И тут мне уже немного повезло. В том плане, что там до этого на этом колхозе, вот, сработала сигнализация. Вот. И туда по вызову просто приехала охрана с самих Костюковичей. Вот. Ну, естественно, я такой вот весь подлетаю к охране. То есть, один там что-то пошел разбираться. А второй стоит возле машины. Я подлетаю. Мужики так и так. Ну, а сразу лахать с меня. Че случилось-то? Откуда? Ну, я не стал уже рассказывать всего. Вот. Трех слов вообще. Придумал историю, короче. Что, типа, я там с России ехал. Заработок. Меня там кинули. Меня побили. Вот, братаны. Я сам с Гомеля. Довезите меня домой. Вот. Ну, правда, молодцы мужики тоже. Посадили меня в тачку. Поехали именно Костюковича на эти. То есть, сразу меня в медпункт завезли. Там меня отмыли. Меня там зашили. То есть, главный кипиш у меня. То есть, ну, чтобы так огоньку поддать к рассказу. Все это время я босс. То есть, с момента, как машина возле меня остановилась. И с меня слетели тапки. То есть, я их не пошел искать. То есть, я уже двигался все это время боссы. То есть, когда я упал. Когда я бежал по полю. У меня уже не было обуви. То есть, даже когда я подошел опросить помощь к охране, то я был босиком. То есть, меня лахали. Ну, увидели мои ноги просто разудранные. Такие, ну, ладно, пацан, прыгай в машину. Короче, поможем, чем сможем. Вот меня привезли на медпункт. Там меня отмыли, зашили, как бы. Вот. И я уже пошел. Завезли меня на отделение. И там я позвонил корешу своему. Попросил, чтобы он меня забрал. И он уже, это было за четвертый час ночи. Уже к 6-7 утра приехал за мной. И вернул меня домой. Вот такое вот у меня приключение. Вот так вот я отдохнул. На самом деле, на заключение всего этого я скажу, что вот меня карифан мой роман увидел. Я говорю, что с тобой случилось? Вот где ты был. Я все равно, я считаю, что я очень легко отделался. Очень. Неизвестно, что бы со мной сделали. Те пацаны есть, либо они меня поймали. Блин, моего руками не забили. Ну да, у меня там была разорвана нога. Ну, грубо говоря, неделя-две я уже ходил, она зажила. То есть кости у меня были целые. То есть так вот. То, что царапины эти. Ну, это еще с детства, как бы, коленки, локти, руки привыкли. То есть, ну, грубо говоря, все пооблазило. То есть рожа целая, органы целые, кости целые. Это самое главное, я считаю. Вот. Поэтому я считаю, я очень легко это данное приключение пережил. Остался целым. Вот. Поэтому, кто будет смотреть это видео, я рекомендую, что быстрые ноги как пизды не боятся. И ходите в кедах, блядь. Да, и ходите в кедах бухать. Ни в коем случае не ходите в шлепках, потому что, ну, они слетают. Вот. Очень быстро. И можно оказаться в такой вот непонятной ситуации. Ну, вот. Все. А что... Сейчас. А что твой товарищ Женя? Они товарищи твои искали. Ты же пропал, получается. Ну, да. То есть там, я же повторюсь, что, как бы, связи не было. Это приграничная зона. То есть там все... Я не помню, сколько там машин было. Ну, он рассказывал, что, как бы, все в разные стороны разъехались, начали меня искать. А вот... Ну, я же говорю, я забрел в какие-то, то есть, болота. То есть, грубо говоря, ну... Я, если честно, и смутно помню, но... Ну, это бред, то есть, был, на самом деле. То есть, куда я забрел, то есть... В конечном итоге... Ну, да, искали меня. То есть, грубо говоря, потом они же... Ну, все-таки дозвонились, начали по милиции звонить. Угу. Я знаю, что буквально через час, то есть, отец с Женей, он вместе с Женей приехали тоже на отделение. Но я уже уехал. Меня уже забрали к тому моменту. То есть, естественно, меня искали. То есть, не все это так... Просто... Вот. Все же разволновались. Ничего себе... Гость пропал. Ну, вот, если... Сейчас уже шутим с Женей, конечно. Вот, я у него говорю. Ну, что, говорю, Евгений. Говорю, в шестнадцатом году ты, говорю, меня пригласишь снова? В этот раз обязательно кеды одену. Вот. Там, если... Если что, то... Если кто-то желает таких же приключений, подавайте заявки. Вот. Можно прямо группой. Я думаю, даже если человек пять-шесть будет там, ну, или десять. Я думаю, если там вся деревня соберется, то тоже можно будет побегать по полян. То есть, романтика, свежий воздух. Мне, городскому человеку, который всю жизнь живет в деревне... В городе. В городе, да. Который всю жизнь в городе живет. На самом деле, для меня это приключение такое... Которое, запоминающее еще. Которое останется на всю жизнь. Да, запоминающее. Потому что все равно где-то вот потом уже приходили такие мысли, вот, ну, Леха, вот если бы ты упал, Леха, а если бы тебя догнали, вот что... Ну, грубо говоря, то есть тоже опять-таки, вернемся назад, обрисовать вот эту ситуацию. То есть, если бы я упал там, да, вот, ну, грубо говоря, три часа ночи, кругом поля в радиусе километра, трасса, то есть, они со мной бы делали все, что бы захотели, да. Начиная от того, что мне могли бы дать просто пизды, заканчивая от того, что меня вообще там могли бы завалить, кинуть в канал и поехать по своим делам. То есть, ни связи, ни хуязи, ничего нет. То есть, ну, поэтому я говорю, меня не особо расстраивали мои ноги, покоцанные, вот. Я был под впечатлением, немного был в шоке, вот. Но я все-таки где-то в глубине души, я был доволен так, как это все закончилось. Очень был доволен. То есть, я ходил с улыбкой с большой на лице.